шаббат шалом дорогие друзья с вами равен каплан и на этой неделе мы читаем недельную главу тора и тро и 10 заповедь или точнее 10 речей сразу после 10 речений тура гласит и весь народ видел звук раш известный комментатор объясняет почему люди могли видеть звук что обычно невозможно религия это то что преподается и слушается наша земная реальность напротив она видна на горе синая религия стала истинной в то время как уверенность материальной реальности стала гораздо менее жесткой или согласованы почему требовалось спросите вы меня также уметь видеть и звуковые волны поскольку в запретах часто появляется слово лё которое переводится с иврита не или нет нужно было также иметь возможность видеть звуковые волны потому что лё может означать или переводиться как негатив не так может и переводиться что как что-то позитивное для него например когда вы читаете ты не должен красть чтобы это правильно понять нужно было увидеть правильный вариант прочтения вот почему наш народ должен был это увидеть когда читается 10 речений вслух в синагоге в меня не в некоторых синагогах принято вставать люди с большим уважением слушают 10 заповедей рамбам утверждает хотя евреи из вавилонии нынешнего ирака придерживаются другого мнения что нужно стоять при прочтении 10 заповедей и в таком случае будет неправильно если вы сидите в течение остальной части торы мы не должны говорит он делать различие между десятью речениями и остальной частью торы по его словам все одинаково важно и свято стоя во время еженедельного чтения торы мы как будто бы на самом деле переживаем откровение на горе синой когда наш народ стоял у подножья горы и ощущал необыкновенные чудеса при получении торы дорогие друзья если мы хотим это чувствовать или прочувствовать это возможно и при чтении торы мы должны стоять достойно и полностью вникая и проживая этот момент два мнения и оба возможны в нашей религии браха ватслаха много сил будьте здоровы удачи во всем шаббат шалом ваш раввин каплан и и Субтитры создавал DimaTorzok